МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попав в организм человека, вакцина вызывает специфические изменения в иммунной системе человека, формируются собственные защитные антитела. Европейская неделя иммунизации. Из тысяч лиц узнала бы я манчонку, а как забыл, забыл бы вас просить. Литературно-музыкальный фестиваль военной песни. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Председатель правительства России посетил Смоленск в ходе рабочего визита. Дмитрий Медведев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, возложил цветы к вечному огню в сквере памяти героев и осмотрел Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Завершился визит рабочей встречи с губернатором Алексеем Островским. 2 мая в администрации Десногорска состоялось плановое оперативное совещание председателей комитетов и руководителей муниципальных служб города. Подробности далее. В начале совещания заместитель главы Александр Новиков сообщил, что 26 апреля в Смоленске состоялось заседание областной коллегии по культуре и туризму. В спортаменте по культуре и туризму была отдельно отмечена работа в сфере культуры администрации муниципального прозвания города Десногорска Смоленской области и комитета по культуре и спорту и делам молодежи вынесена благодарность. И в пятницу прошлую в детской музыкальной школе у нас прошли 4-я Исаковская встреча. Жители нашего города могли насладиться творчеством Михаила Васильевича Исаковского в исполнении как наших коллективов десногорских, так и гостей Смоленской и других городов Смоленской области. Закончился весенний месячник по санитарной очистке города. Хоть и погода нам не очень запустила, но тем не менее посещаемость была стопроцентная, настроение было хорошее. Поэтому спасибо всем большое, всем службам, всем принимавшим участие в данном мероприятии. Также подписано постановление об окончании отопительного сезона с 3 мая. Поэтому всем организациям, задействованным в этом мероприятии, быть готовы. Управляющая делами Василина Черных доложила, что глава продолжает рабочие встречи с коллективами муниципальных организаций. Все коммунальные службы работают в штатном режиме. Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Инна Михайлова сообщила, что программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, начнется 9 мая в 10 часов с движения колонны от 7 дома 2 микрорайона. На центральной площади праздник начнется в 12 часов. В Смоленской области открылась первая в этом году международная вахта памяти. Поисковики из 12 регионов России и города Луганска приступили к работам в Ярцевском районе, несмотря на проливной дождь. Некоторые отряды приступили к раскопкам, не дожидаясь торжественного открытия вахты памяти, и им уже удалось поднять останки шести красноармейцев. В урочище Горбатовское на территории Копырищевского сельского поселения в годы Великой Отечественной войны шли тяжелые кровопролитные бои, во время которых погибло много солдат. По окончанию вахты памяти все найденные останки будут со всеми почестями перезахоронены на поле памяти в Ярцево. В целях поддержания инициативы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения с 21 по 27 апреля ежегодно в Российской Федерации проходит Европейская неделя иммунизации. Эта инициатива направлена на повышение уровня информированности населения и пропагандирование иммунизации. В Министерстве здравоохранения и в лечебно-профилактических учреждениях всю неделю организуется работа горячих линий, телефонов доверия, дней открытых дверей. Для населения формируются средства наглядной агитации, информационные щиты, стенды и уголки здоровья по вопросам иммунопрофилактики. Особое внимание уделяется иммунизации подрастающего поколения. Для родителей в дни здорового ребёнка в поликлинике проводятся индивидуальные беседы. Что такое прививки, знают все родители. Но не секрет, что у многих из них перед тем, как привить ребёнка, возникают сомнения. И это неудивительно, ведь сейчас мало кто встречался с теми инфекциями, от которых мы защищаем детей. Очень даже важны профилактические прививки, потому что это самый эффективный метод борьбы с инфекциями. Самый доступный, самый эффективный. Благодаря тому, что иммунизация идёт уже в течение стольких десятилетий, мы уже сейчас не видим практически инфекции, как корь, краснуха, паратит, дифтерия. Мы вообще не встречаем. И люди уже подрастающие, дети наши, эти инфекции, эти названия даже не знают. В акции призваны участвовать как органы образования, культуры, молодёжной политики, так и подразделения по взаимодействию со средствами массовой информации. Очень важно донести до каждого, что прививка – это наше здоровье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После зимы начал работать городской фонтан. На него установили оборудование, которое специалисты снимали на зиму. Отмыли от грязи и пыли чашу фонтана. Так что теперь он всё лето будет радовать десногорцев и гостей города. С открытием фонтана в город традиционно приходит и настоящая весна, с солнцем и теплом. А для горожан это настоящий праздник. В третьей школе Десногорска уделяют большое внимание нравственно-патриотическому воспитанию. В преддверии Дня Великой Победы в учреждении прошёл литературно-музыкальный фестиваль «Голос России моей». Подробности далее. В мероприятии принимали участие ученики начальных классов. Всего на суд жюри было представлено 15 номеров. Ребята исполнили песни и стихи времён Великой Отечественной войны. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Каждый класс конкурсу подготовился ответственно. Были подобраны песни, соответствующие военному времени костюмы, а также изготовлены атрибуты для инсценировок. В прошлом году, во время летних каникул, когда работал детский оздоровительный лагерь, мы провели конкурс патриотической песни, посвящённый началу войны. И детям очень понравилось, понравилось и воспитателям. И в этом году мы решили повторить подобное мероприятие и решили провести вот такой фестиваль. Цель подобного мероприятия, конечно, популяризация и патриотического воспитания, и патриотической военной песни в частности. В Третьей школе Десногорск особое внимание уделяется нравственно-патриотическому воспитанию. Ведётся шефская работа над ветеранами. Много лет работает военно-патриотический клуб «Наследие», в котором ребята углубленно изучают историю нашего народа. Мы надеемся, что фестиваль станет в школе доброй традицией, а значит, что подрастающее поколение будет помнить, какой ценой досталась нашему народу Великая Победа. Криминальные новости. В Ельне изъяли алкогольную продукцию стоимостью более 2,5 миллиона рублей. Полицейские выяснили, что на территории Ельнинского района действует подпольный цех по производству и разливу алкоголя. Незаконная деятельность была организована на территории заброшенной животноводческой фермы. Полицейские обнаружили около 13 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции различных наименований, акцизной марки с признаками подделки. Разливом цехи занимались шестеро иностранных граждан, которые в ближайшее время будут депортированы. По фактам ведется следствие. В Смоленской области полицейские раскрыли кражу орденов из дома пенсионера. Дежурную часть ОМВД России по Смоленскому району обратился пожилой мужчина с заявлением о пропаже трех наград времен Великой Отечественной войны. Полицейские установили, что незадолго до пропажи на приусадебном участке потерпевшего работала строительная бригада из трех человек. Пожилой мужчина лично показывал работникам ордена, которые остались на память от его отца. Сотрудники полиции установили местонахождение строителей. Мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции. Один из них сознался в хищении наград. Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска похищенные награды были изъяты и будут возвращены законному владельцу. В Рослевском районе рыбалка на 1 мая закончилась трагедией. Как стало известно, на Десногорском водохранилище около 11 часов во время ловли рыбы утонул мужчина, прибывший на рыбалку вместе со своими друзьями из Калужской области. Его тело было поднято из воды и передано в морг. По данному факту проводится доследственная проверка. А о том, что произошло у нас в городе, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 143 сообщения о происшествиях. Из них 8 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 101 административное право нарушения, в том числе нарушений правил дорожного движения 90. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. С 3 мая в Десногорске проходит спартакиада школьников среди 6-9 классов. В соревнованиях принимают участие все школы города. Болельщики могут прийти и поболеть в физкультурно-оздоровительный комплекс Десна. Начало в 15.00. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова